Четверть месячной нормы осадков выпала в Минске минувшей ночью. На площади Победы ночная буря повалила дерево на автомобиль. Разбито заднее стекло и помят кузов машины. В целом по городу серьезных ЧП не зафиксировано. Столичные ливневые стоки в целом справились с большим потоком воды после сильного дождя. Коммунальщики тщательно проверили ливневые системы. Ситуацию под землей отслеживает специальная машина-робот телеинспекция. Результаты мониторинга моментально отображаются на компьютере. После ливня все такие, скажем, опасные места, подверженные затоплением, всегда либо телеинспекция, либо люди проводят обследование. Ну, чтобы глубногабаритный мусор не попал. А Немега, как вы знаете, это одно из самых, скажем, опасных мест, которое было, каждый год топило. Но уже, правда, после того, как построили второй коллектор, вот Немегу проложили на улицу, полевую вывели, ну, здесь уже, слава богу, затопления нет. Сегодня сети дождевой канализации Минска спроектированы с расчетом, что дважды в год возможны сильные ливни. Однако дожди, которые периодически обрушиваются на столицу, все-таки приводят к подтоплениям. Наиболее опасные участки – это рынок Ждановичи, улицы Интернациональной, Янки Купалы и Максима Горецкого. В случаях обильных осадков минская МЧС вводит в действие план «Посейдон». Оперативная группа проводит мониторинг ситуации во всех районах столицы, а также выезжает в город и максимально быстро устраняет подтопление. МЧС занимается данной проблемой в разрезе минимизации последствий. Мы будем стараться делать все для того, чтобы заставить городские службы и ответственных лиц организации предприятий проводить периодическую очистку. Мы рекомендуем в связи с этим руководителям предприятий, в частности, у которых на балансе находится ливневая система, то есть которые имеют свою собственную большую территорию и должны, по чему они обязаны, обслуживать эту ливневую канализацию самостоятельно, проводить периодическую ее очистку. Продолжение следует...